В ближайшие минуты должна выйти новая сводка от Минобороны, но вот что пока мы знаем. ТУ-154 пропал с радаров. Сегодня в 5.27 утра, через несколько минут после взлета с аэродрома Адлер. Фрагменты корпуса обнаружены в полутора километрах от Черноморского побережья Сочи. На глубине 50-70 метров на борту находились 92 человека. Большинство из них это артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазу Хмимим. Также на борту были журналисты Первого канала НТВ и телеканала «Звезда». В Сирию на этом самолете направлялась и Елизавета Глинка. Она известна как доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя в Латаке. Вот что нам рассказали в Минобороны России о ходе поисково-спасательной операции. Да, это карта, место крушения. Как вы видите, вот аэродром Сочи, с которого вылетал самолет. Он летел в Сирию на авиабазу Хмимима. И давайте сейчас послушаем все-таки представителей Минобороны. По уточненным данным, в настоящее время набор спасательного судна подняты 10 тел погибших. Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны ТУС-154. Сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километров. Район разбит на сектора и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме. Для посвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника. В поисках задействовано 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3000 человек. На аэродроме Адлер дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи. Выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города Сочи. В начале декабря президент России наградил Елизавету Глинку государственной премией за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Ее речь на той церемонии фактически стала последним публичным выступлением доктора Лизы. Она тогда упомянула о том, что летит в Донбасс, затем в Сирию. Сегодня ее слова звучат так, что прям мороз по коже. Давайте послушаем. Во время войны мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работает сильнее любого оружия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok